The Devil Daughter, четвертая глава, цепная реакция, в прошлой части мы прошли третью главу, погнали. Да ладно, все нормально, ну. Ну хрень есть, блин. Ну давай поспешим. Так, а... Зрачки, ага, сужены. Деньги, пожив. Больше не нужно, пути нет. Так. Погнали. Живи, мужик, давай. Отлично. Че-че-че-че-че? Отойди. Блин. Отойди. Так. Повозка. Ага, застряла. Так. Нет, видимых ран. Ага. Так. Индалейский корпус, большой вес. Полка. Ага. Как рычаг использовать можно. Давай. Все, жив. Жив, цел орел. Все, отлично. Тут вот кто-то. Шкаф, ну. Преграда. Упавший шкаф. Так. Ведро. Ага. Временная защита от огня. Так. Сильное пламя, слишком горячо внутри. Так. человек без сознания нуждается в помощи так давай двигайся сейчас главное вынуть его давай-давай-давай-давай вытаскивай его пошли-пошли похрен на вечер все главное жить тени-тени-тени-тени-тени так отлично так спасибо да не за что мужик главное живи повозка так мужик сознание нуждается в помощи не открывается так верные петли сломать можно топор вот отлично хренач давай хорош еще подается сейчас главное всех этих вытащить потом уже тогда ватсендайм поможет все цел жив отлично так ватсон давай срочно кому там нужна помощь прям именно кому срочно нужна помощь освободить холмс понял бегу все 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 мужик расслабься значительная рана кровотечение так ноги зажата подмостки прижали лошадь так ручная пила давай-давай-давай бери отлично отлично ладно сейчас мужика спасти так так что там кому-то нужна помощь да 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 иду так успел а я того вытащил отлично так ватсон отлично 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 да 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 блин да двигайся ты ну чё исследовать так ну давай ну я смеюсь то что он уснул просто на дороге это нужно использовать нашатырь так все 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 нормально мужик все живи так кому еще нужна помощь чё не волнуйся я в порядке все без проблем мое плечо давай посмотрим так аккуратно проворачивайте пострадавшую руку чтобы найти наименее болезненное положение и вправьте плечо хорошо так вот отлично с первого раза вообще супер спасибо за помощь да не за что мужик моя нога угу так проверить кости не сломано отлично сильно сильный ушиб думаю стоит сделать временный бандаж окей так так все отлично так все ну все что что да не за что так так как кого-то арестовало может из за этого человека все произошло угу давай посмотрим щас чё там и как здравствуйте Отпустите меня. Вы говорите ерунду. Обвиняем полицию, да? Довольно. Что тут произошло? Этот джентльмен постарел в те подмостки, которые обрушились и привели к аварии. Это не так. Как вы поранились? Мосток, который я постарел. Да, так. Может их плохо построили? О, ну да, конечно. Конечно. Вот и отлично. Так, установите порядок событий, чтобы определить причину катастрофы. Угу. Так, а как я восстанавливаюсь? Найденные элементы 0 из 13. Так, определите всех участников происшествий. Так, подожди. Это кап врезался в подмостки, из-за чего они посыпались. 2 из 13. Так. Моя бедная нога. Угу. 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 Флаги. Флага была разорвана. Большой кусок теперь отсутствует. Угу. Угу. Больше ничего, да? Угу. Так. Угу. 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 Ужатый водитель, еще одна жертва взрыва. Так. Каб загорелся из-за взрыва в магазине ламп. Всё случилось так быстро, был взрыв. Моя лошадь испугалась и отбросила меня на те шкафы. Окей. Да-да-да, я понял, мужик. Угу, очень быстро. Костяшки для домино. Нет, ты не можешь. Пойдёмте. Что-то здесь точно произошло. Так. Добрый день, сэр. Вы позволите задать вам несколько вопросов? Я расследую это происшествие. Вы управляли повозкой? Да, я вёз овощи с своей фермы на лондонский рынок. Так. Происшествие. Что вы можете рассказать об аварии? Я не знаю. Произошло столковение. Я упал на землю и всё вокруг поплыло. Угу. С чем вы столкнулись? С тем кэбом впереди. Он внезапно остановился, я пытался свернуть, но не успел. Угу. Внезапно остановился. Как вы думаете, что могло остановить тот кэб столь резко? Понятия не имею. Так. Тут у нас ток. Да, нахрен вообще лучше не подходить. Вали подмостки, когда они посыпались. Ага. Не скоп, просто по катастрофе? Пожалуйста, не сейчас. И я в шоке. Так. Угу. Хорошо. Не, ну типа это и так понятно. Что это такая катастрофа, мне. Так вы сплезли с повозки после столкновения. Так. Давай ток, я не знаю, как мы попробуем отключить. Или воду перекрыть хотя бы. Так. Так. Я не могу извлечь его голыми руками. Ага, окей. Предохранителя. Так. Два предохранителя. И отлично. Угу. Так, всё, да? Ток отключен? Электричество. Угу. Сейчас стал в трагедии. Угу. Два человека погибло. Так. Двенадцати с тринадцати. Что ещё? Что ещё я не увидел? Может, ты мне что расскажешь? Моя нога. Так. Тут ничего. Карта происшествия F. Чё за F? Ааа. Окей. Платформа. Подожди. Подвинник. Чё. Противовес. Тыква. Балка. Эм. Так. Подожди. Скорее всего. Если он врезался. Так. Тыква. Так. Она попадает? Да. Она попала по балке. Так. Балка, получается, запустила механизм. Противовес. 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 Уже поднялась платформа. Ну-ка. А, вот. Вот чё я не увидел. Топор. Топор. Он запущен с подмосткой и упал здесь. Угу. Так. Карта происшествий. Ну, всё. Вроде найдено. Элемент 13-13. Достаточно сведений о случившемся. Восстановить цель событий. Ага. Прошлое. Так. И чё? А, типа, мне нужно узнать, чё было первым. Эм. Так. Ну, нет. Это, это. Не-не-не. Точно не первое. Это случилось, когда я тоже врезался. Эм. Так. Лошадь. Эм. Подожди. Так. Давай посмотрим всех. Этот, получается, врезался в шкафы. Правильно? Шкафы упали на стол. Угу. Тут встала под электричеством эта лужа. Как раз из-за этого, скорее всего, и умерла вот эта лошадь. Ну, тогда как вот этот проехал? Эм. Так. Допустим. Ладно. Этот проехал. Обронил овощи. Тут попадало это. Обронилась веревка. Посыпалась это. Умерла эта лошадь. А, всё. Не том. Нет, неправильно. Семь. У нас восьмая, получается, да? Восьмая. Обручилась под мостки вот эти. Умерла эта лошадь. Это завернулось сюда. Тут произошёл взрыв. Умерла эта лошадь. А этот говорит, он не успел вывернуть из-за того, что, типа, эта лошадь умерла. Чё? Подожди. Смотреть серию. Так. Умерла эта проехала. Так. Нет, это не то. Всё случилось так быстро. Был взрыв. Моя лошадь испугалась и отбросила меня на те шкафы. Ну, это вот этот вот. Ну. Сбросить серию. Хорошо. Давай, допустим, что вот этот вот первый был. Дальше у нас пошла ты. Обронила овощи. Так. Подмостки. Так. Эта лошадь столкнулась с подмостками. Они обрушились. Умерла эта лошадь. Ты, получается, поехал в магазин со взрывом. От взрыва померла эта лошадь. Это не справился с управлением. Посыпались шкафы. И тут, получается, вот это, да? Пол столкнул. Ну-ка. Подожди. Блин. Сбросился. Ну-ка. Ещё раз. Так. 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 Эм. Так. Это влетело. Тут посыпалось свет. Это умерла. Это влетело, получается, у нас в магазин ламп. Потом умерла эта. Я тут не справился с управлением. Вылетел в шкафы. Угу. Ну-ка. Хренеть. Прям всё мгновенно. То, что надо. Окей. Так. Угу. Моя бедная нога. Определите всех участников. Остановку технического кэба. Так. Это получается вот это, да? Так. Здесь металлические обвязки. И чё? Я должен о чём-то сказать. Так. Водитель. Татуировка. Татуировка в виде собаки. Похоже на бандитскую. Угу. Так. Ладонь. Электрический ожог. Ага. Тогда неправильно. Как он мог умереть от электрического... От электрического ожога? Типа, если столб только потом упал. Ага. Так. Чё-то я не понимаю. Так. Смотрели. 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 Ага. Грязные ботинки. Вонючая грязь. Ну, извините. Так. Это чё у нас такое? Подожди. Этот кэп недавно покрасили. Так. Сконцентрируйтесь на поиске деталей, которые другие не заметили. Подкраска есть какая-то надпись. Угу. Надо найти способ снять свежий слой краски. Окей. Так. Тоже знак собаки. Татуировка. Ага. Бандиты, получается, какие-то, что ли. Этот тоже с электрическим ожогом. Так. Лакрица. Ам. Так. Грязные обуви. Вонючая грязь. Опять же. Так. Чё такое? Татуировка. Раска. Да, я его знаю. Местный мелкий преступник. А-а-а. Пневматический молот. Какой-то растворитель. О! Растворитель. Так. Пропитанный растворителем. Это мне понадобится. Как раз сейчас снимем слой краски. Вот этот вот новый. Так. Использовать. Сейчас поверху вот так пройдём. Так. Чё? Компания подземной электрические пути Лондон. Так. Ну, типа, если электрические пути, окей. Понятно, откуда у них ожоги, но почему они от них умерли? Подожди, чё тут? Грязь. Ужасный запах. Ну, извините. Подожди, чё? Вода. Что-то в лужу. В смысле? Ну, а. Провод. Я думал, люк в лужу. Эээ, в лужу. В лужу. Так. Ну, окей. Хорошо. Подожди. Провод. Так. Откройте-ка, пожалуйста. Дверку. Вот же. Вот же идёт. Дверка не открывается. Так, а почему? Подожди. Вот идёт провод. Правильно? Правильно. А почему не открывается? Вот же провод. Подожди. Ты серьёзно? Ай, блин. Так. А, то есть теперь можно открыть, да? Провод. Так. Ёпта, это ещё что такое? А-а-а. Нахрена себе. Это так, время замедляется? Что крик ребёнка? Двойная отмычка может заменить две обычные. А, одиночные. М-м-м. Окей. Так. Один. Чё? Один. Три. Можно я просто вот так открою? Один. Три. По старому способу. А-а-а. Вот вы о чём, да? Типа. Но двойка всё равно, и чё? Подожди. Двойка. Так. Э-а-а-а. Один, два. Не ха... Чё, чё, чё? Не хватает места для отмычки. Ага. Окей. То есть, этот ты уже сюда не вставишь. Ладно. Получается... Ну, давай два-три. Ох, ну да. Вообще изи. В чём прикол? Так. Провода. Здравствуйте. А чё это у нас такое тут? Ничего подобного я ещё не видел. Активируйте устройство, подобрав верное положение включателя. Включатели, выключателей. Так. Так. Он включился. Ага. Зелёная лампочка, красная лампочка. Ага. Так, это выключай, подождём. Зелёная лампочка. Блин, а тут тогда это становится красной. Ага. Перекидывает, окей. Ам... О! Отлично. Электрический заряд, поразивший технический кэп, поступал отсюда. Так. Тут окно, и отсюда получается отличный вид, да? Как раз на вот это всё место. Открытая бутылка дешёвого вина. Стакан со следами алкоголя. Угу. Дым над водой. Женщинам теперь позволено курить в публике, а на публике. Так определил суд. Сегодня судья Аткокс... Или Аткокс... Ни хрен его знает. Так. Так, постановил. Не является более преступлением женское курение в общественных местах, по крайней мере в Лондоне. Так. Затем он освободил от ответственности Мэри Тоусон, Эдну Кастер и Эльзу Уоткин, трёх леди, которые были арестованы за курение на Трафальгарской площади. Угу. Хорошо. Технический кэп отсюда виден очень хорошо. Ну да, я про это и сказал. Типа то, что отсюда отличный вообще обзор. Как раз ну вот это всё произошедшее. Так, подожди. Тут больше ничего нет. Это я уже осмотрел, да? Больше не надо ничего. Даже недоступно теперь. Так, допустим. Подожди. Вода. Этот кран открыли. Ну и чё? Моя бедная нога. Так. Холмс, я вас искал. У меня есть идея по поводу аварии. Не имеет значения. Это убийство. Что? Что? Вы? Это вы убийца? Да вы сошли с ума. Вы уверены, Холмс? О да, убийство и авария. Поскольку убийца, пустив ток в кэп, создал этот хаос, и эта крупная авария, наш великий шанс. Великий шанс. Почему Холмс? Преступник не планировал аварию, разве вы не видите? А, поэтому возможно, что он ещё здесь, из-за быстро приехавшей полиции. Я вижу пятерых подозреваемых в убийстве. Посмотрим на карту. Чё? Так, карта, хорошо. Выберите подозреваемых из людей на месте преступления. В смысле? А, типа опять надо ходить отмечать? Думайте о происшествии. Моя бедная нога. Так, Тэшка. Очень близко к квартире. Идеальное место, чтобы видеть площадь. Обычный местный рабочий пострадал во время инцидентов. Так. Хорошо. Очень близко к квартире. Не пострадал во время инцидента. Может быть случайным прохожим. Вполне возможно. Близко к квартире. Мог умышленно задеть подъёмный механизм. Водитель повозки пострадал во время инцидента. А как он мог, типа, нарочно повредить? Чё? Типа как? Подожди-ка. Ага. Лучшие дни. Так. Не пострадал во время инцидента. Далеко от квартиры. Мог умышленно врезаться в шкаф водитель Кэба. Так. Вот он меня больше всего напрягает. Может быть случайным прохожим. Злится и нервничает. Так. Подожди. Чё, 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 чё? А, в смысле? Подожди, а чё не показывается? Чё он злится и нервничает? Ну-ка. Подозреваемый. Этот человек находится неподалёку от квартиры с электрическим прибором. Возможно, он прикинулся рабочим, чтобы наблюдать за жертвами на площади, не вызывая подозрений. Возможно. Этот человек пострадал из-за аварии. Он местный рабочий, он жертва. Такая же, как и остальные. Ну, блин, не исключая пока этого факта. Так что, допустим, пока я вот это. Подозреваемый. Этот человек стоит под окном, где находится электрический прибор. Вероятно, у него было время включить его, а затем выйти на улицу. Есть такая возможность. Неподозреваемый. Этот человек прохожий. Он оказался в центре площади и случайно попал в ловушку. Ну, знаешь, в этой игре случайностей мало как случаются, поэтому пока так. Подозреваемый. Этот человек водитель. Он находится на месте аварии. Одна из его тыков разрушила подмостки. Это правда. Неподозреваемый. Этот человек водитель. Очевидно, что он участник аварии. Да. У него не было возможности включить электрический прибор. Но да, в принципе. Но типа, одна из его тыков разрушила подмостки. Это тоже правда. Этот человек водитель. Он участник аварии. К счастью, он не пострадал от взрыва, возможно потому, что знал, где он произойдет. А как он мог знать это? Да не, это бред. Это человек-водитель, очевидно, что он участник аварии, у него не было возможности включить электрический прибор. Неподозреваемый, да. Этот человек находится в конце площади, он пытался сбежать, возможно. А, возможно, не хотел встречаться с полицией. У него было время включить электрический прибор и убежать. Есть такой вариант, тем более он нервничает. Неподозреваемый, этот человек находится в конце площади, он только что пришел, возможно, он хотел помочь пострадавшим. Он находится довольно далеко от квартиры с электрическими приборами. Если бы он хотел помочь, он бы помог. И, во-вторых, если бы он хотел помочь, когда я хотел его спросить, типа, можете ли вы ответить на несколько вопросов, он бы не послал меня куда подальше. Так что, подозреваемый, нахрен, нет. Так, ну, принять. Нет, это не то. Угу. Хорошо. Этот человек-водитель находится на месте аварии. Одна из вот их разрушила подмостки. Да, подожди. Неподозреваемый, это человек-водитель. Очевидно, что он пострадал во время аварии. У него не было возможности включить электрический прибор. Возможно. Ну-ка. Лол. Серьезно? Нормально. Ладно. Ээээ... Подожди. Праздничные флажки. Так. Моя бедная нога. констабель у меня трое подозреваемых доставьте их в отделение что там наружили верно подстраивая ловушка для кэпа убийцы знал как именно он поедет или даже можно предположить что кэп находился не особо далеко от видов возможно нас на другой улице или на следующий да я должен поехать не забудьте о нашем разговоре а ты про это про дочурку то окей я помню помню расслабься так выводом осмотреть вещи жертв подозреваемых просить возможных подозреваемых узнать причину происшествия выполнена так ну-ка дожди чё такое дым над водой так перекрашенный кэп погибшие люди пострадали от тока внезапная остановка технический кэп внезапно ставился без каких-либо причин этому уже узнали типа их убила внезапная остановка технического кэпа фонарь упал после его остановки почему остановился кэп откуда ехал технический кэп смысле как а как я теперь это узнаю так подожди технический кэп это вот этот откуда он ехал но раз слушать смотрит туда скорее все оттуда а ты кто такой это огромное несчастье так грязь ужасный запах а так и не видно да в принципе так какие бочки здесь было столкновение свежая краска но она явно не отсюда технический кэп врезался и остановился здесь так окей есть возможность войти давай замок был взломан так следы грязи ведет через комнату след змеиные гнезда и заговор в районе сен виктор во время сноса старого здания было обнаружено змеиное гнездо кишащие сотнями извивающихся рептилий эти змеи завелись на дне колодца до того как его осушили в центре змеиного гнезда нашли скелет ребенка чье падение в колодец оказалось роковым удивительно но рука скелета зажимала красный кожаный портфель практически разложившийся исключением полосы бумаги с четкой надписью не смейте раскрывать заговор интересно хочу за заговор так тут ничего через комнату да а тут теперь у нас три да окей 31 есть 133 423 но давай 23 нет вот так подожди плюс одну на 1 вот это вот отлично тут у нас дожди сколько у нас тут две трешки и одна четверка папу пум так вот 34 и одну тройку получается вот так отлично так мастерская здесь изготавливались предметы на продажу продажу так солиды грязь ужасный запах по видимо этот коррек специально положили сюда опа здравствуйте а че это у нас такой старый проход в канализацию осмотрите канализацию блин ну ладно хорошо так супер-ниндзя черепашки пансыри носят тра-та-та-та-та person действует никаких блин скримеров не будет серьезно еще за хрень ухты и нормально так тени до падают как прошлой серии с белыми волосами блин так у нас тут такая да блин все крикти трещи блин сюда нет загрузка че за херня че такое как будто слышите кто-то на качелях качается обычно такой вот скрипка кто-то на качелях качается не смазанных так хрена у вас там канализация так проход нет ничего допустим так лондор лондон север подожди че такое не раб а думал не работает чем не предлагаете залезть серьезно не люблю такую воду одна вторая а это вода да спускает так ну допустим хорошо давай на ноль спустим посмотрим что там и как нахер никакая бяка там не пусануло кстати отбойный молот который у них был да 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 помню помню блин очень надеюсь что там никакой херни нету щас блин цапнет пипец будет звук цепей так ну допустим а подожди можно толкать подожди подожди тут есть второй проход же стой Стой. Тут есть, получается, второй проход, правильно? Вот этот. То есть... Там вон мосты какие-то металлические. Так, давай попробуем вот это вот подвинуть туда, в конец. Всё? Да. Так. Пока так давай сделаем. Сейчас посмотрим. Так, подожди. Больше ничего нет такого? Ура, нет ничего больше. Так. О. О. Молодец. Так, а это что такое? О. И зачем? Там вон плод какой-то. Что-то я не совсем понимаю. Ну-ка, подожди. Давай вернём. Сейчас посмотрим. Так. Тоже какие-то эти... Ящики. Непонятные. Сюда не пройти. Окей. Так, нажмите. Держись. Тихо. Блин, мне кажется, эти кружки всё меньше и меньше становятся. Отлично. Так. Чё это такое? О, отлично. Мост. Больше нахрен не надо будет по этой... ...херне забираться. Так. А ты чё такое? Лестница влево-вправо. Лестница влево-вправо. О-о-о. Видите, она там сломана, получается, да? Ну, давай сюда сходим. Чё? Там не было. Так. Так. Тут нет ничего. Так. Получается, поднимаем воду на этот плод, да? Надо прыгать. А я так не прыгну, да? Так. Стоп. Так как же тогда? С этого моста он не допрыгнет. Типа так. По-по-по. Ну, если только сюда немного его подвинуть, а потом туда перепрыгнуть. Так. Давай попробуем. Так. Нолик. А, так тут и так можно залезть или чё? Подожди. Ага, он дальше не залезет, да? Ладно. Поехали вниз тогда. Так. Она по сторонам не двигается. Подожди-ка, а может вот отсюда надо запрыгнуть? Как раз лестница там двигается. Давай вот к этой сейчас его подвинем. Получается, всего лишь наполовину надо воды залить. Прыгнуть на этот плод и на это, да? На... Как его? На лестницу. Сейчас посмотрим. Так. Наполовину. Угу. Так, лестница. Вот. Движение лестницы. Получается, вот тут должно быть. Так. По этому мосту проходим. Сейчас спускаемся вон туда, через пот и на эту лестницу. Я надеюсь, что именно так, как бы, охрен знает. Не просто же так вот тут платформа. Запинаться уже начал. А, бедненько. Ну, полез давай. Вот. Так. Перекачка. Ага. То есть, тут уже все, здесь мост есть. Отлично. Все. Так. А что это у нас тут такое? Кровь. Красный порошок. Учитывая обстоятельства, скорее всего, оки, железо и ржавчина. Так. Полоски магния. Металлическая пудра, похоже на алюминиевую. И зачем? Металлическая стенка хранилища была расплавлена, а до сих пор теплая. Это из хранилища. Это хранилища банка. Воры открыли практически все ячейки, похоже им досталось много ценностей. Ага. А что в банке, типа, даже никто нету, не открывал сейф или что? Что-то я не понял. Проход. Карта прохода. Так. Стартная карта канализации с красным крестом. Так. Бочка наверх. Подожди. Вода тут, тут, тут. Тут уже идет в этот. Ну, как я и шел, да, в принципе. Что-то я прикол не понял. А что за красный крест? Там я вроде не был, да? Брать карту. Так. Кувалда. Хренеть, блин. Ограбление века. Сейф принадлежит банку Англии. Пипец. Просто прикиньте, да? Какая-то мелкая банда взяла просто эти... Сейф взломала. Через канализацию. Банк Англии, блин. Представьте, сколько там ценностей. Охренеть, блин. Так. Попопом. Свериться с картой. Сейчас, подожди. Вот, это получается вот тут я не мог пройти. Во-во-во, точно. Тут, получается, бочка какая-то была. На карте. На карте. Довольно популярная марка сигарет. Этот окурок сигарет сухой. Его бросили совсем недавно. Ага. Исследовать... Эээ... Исследовать запах. Запах табака еще, чем сладковатый и ореховый. Так. И что мне это дает? Эти бочки пустые и... Че? И запечатанные. Ага. Так. Вся лакрица была съездена. Помните? Затем бросили их в воду. Я должен предупредить лес вода об этом. В этой, в тележке, как раз, помните, у него на штанинах была лакрица как раз вот эта черная смесь. Я не знаю, что там. Вот. Получается, они ограбили и сразу же поехали. И тут их как раз убило, да? Так, все, тут больше ничего нету. Так, карта. Так. Подожди, стой. Свериться с картой уже нельзя, да? Раскройте убийство на площади, опросите возможных подозреваемых, осмотрите вещи жертв. Ага. Место происшествия. Скотланд-Ярд. Поехали. Детективный анализ улик. Ну-ка посмотрим. Ага, смерть оттока. Ну окей, да. Тут нет пока ничего. Ладно. Точнее, не с чем связать пока. Мистер Холмс, у нас есть проблемка. Сбежал? Один из наших подозреваемых, сбежал. Угу. Фингал. Он это сделал после того, как я сказал ему сложить вещи в комнату для улик. Извините. Как он сбежал? Он ударил меня в лицо. Неожиданно, знаете ли. Иначе бы я... Конечно. Это все? Прежде чем покинуть Ярд, он крикнул, простите, я приду позже. Простите, я приду позже. Мог бы я это сказать на последовательстве? Здесь? Нет, пара дней его не будет. Мы сможем оставить это между нами. Мы сможем оставить это между нами? Конечно. Почему нет? Могу я вам помочь, мистер Холмс? Так. Он сбежал, да? Три подозреваемых. Инициалы МБ. Конверт. Уважаемый мистер Батчер, ваше повторяющееся отсутствие на работе и невыполнение ожидаемой нагрузки более недопустимо. Мы ответственны за ряд серьезных ошибок, исправлять которые пришлось вашим коллегам. Мы сожалеем по поводу сложившегося положения дел, поскольку вы всегда были образцовым сотрудником. Мы принимаем сложность ваших жизненных ситуаций, однако, если вы не сумеете изменить ваше поведение в ближайшее время, мы будем вынуждены вас уволить. Администрация компании подземных электрических путей. Ага. Были проблемы с работой. Так, это дорогая ручка, но не новая. Ага. Еще одно письмо, да? Мистер Батчер, у нас есть отличные новости. Пожалуйста, зайдите в нашу клинику как можно скорее, чтобы мы смогли их обсудить. Постскриптум, ее состояние стабильно. Доктор Мэтью Смит, больница Грейт Ормонд Стрит, точка Лондон. Ага. Надо будет в больницу съездить. У меня источный адрес. Лиденция. Обожает сладости. Это все, да? Ну, погнали к следующему. Так, письмо. Бенджамин, сын мой, я буду признателен, если ты присоединишься ко мне и поможешь провести следующий благотворительный обед, запланированный на воскресенье после службы. Твоя доброта всегда радует меня, и я знаю, что могу на тебя положиться. Я помню, как в грехе началась твоя жизнь. Ты чувствовал себя брошенным и одиноким в этом мире. И как ты ступил на криминальную тропу, но ты нашел в себе силы, чтобы измениться. Ты стал хорошим человеком. Господь наш будет милослив к тебе. Я всегда рад видеть тебя в нашей церкви, сын мой. Богослови тебя, Господь. Пастор Гордон. Ага. Окей. Перчатки. Толстые кожаные перчатки, вероятно, изолирующие. Так. Фотография. Моя жизнь изменилась благодаря пастору Гордону и моей вере. Виски низкого качества. Ну, это понятно. Сигареты. Мурат. Довольно... Опа. Опа. А чьё это? Как его фамилия? Бифоулер. Получается, вот он. Изолирующие перчатки. Плюс сигареты, которые были в канализации. Так. Уважаемый мистер Гарретт, мы обязаны сообщить вам, что, несмотря на конфискацию вашего имущества, вы остались должны крупную сумму. Рекомендуем вам связаться с нашим клиентским отделом как можно скорее. В противном случае, мы будем вынуждены привлечь полицию. Мистер Стюарт, финансовый управляющий Банк Англии. Банк Англии. Так. Электрические провода. Книга. С закладкой. Так. Ну-ка. А чё за закладка? Ну-ка, давай посмотрим, чё там. Гарретт высоко оценил этот ужасный отрывок. Ну-ка. Если вам потребуется взорвать половину континента и утопить его в крови, чтобы уничтожить партию варваров, вы не должны терзаться ни сомнением, ни с совестью. Тот, кто не смог бы с восторгом пожертвовать собственной жизнью ради уничтожения миллионов варваров, не является истинным республиканцем. Поддерживаю. Какая пронзительность? Блин, ладно. Как следует из этого письма, Батчер работает в лондонской компании подземных электрических путей. Похоже, что у Батчера есть проблемы на работе. Угу. Госпиталь. Вот как раз мы поедем сейчас туда. Найдите подозреваемого. Так. Всё, да? Больше нет ничего. Плюс одна улика, кстати. А, ещё есть вещи погибших из технического кэба. Так. Полицейский рапорт Араска. Он лишь мелкий преступник. Ё-моё. Давайте просто Маурицо Винсент. Нахрен. Всё. Также известный как Араска. Лидер небольшой местной банды, члены которой используются... Используют в качестве знака отличия татуировка в виде собаки на счету банды преступления насильственного характера, грабежи, карманы, кражи и прочее. Ага. Но я бы ещё сказал, что и к этого рабства похожа. Стандартная колода игральных карт. Обычный карманный нож. Деньги. Этот бандит обожает Лакрицу. Лакрица была найдена в канализации и среди вещей Араска. Так. Пистолет. Ага. Чё ещё интересного расскажешь? Так. Стой, давай. Так. Вот тут пройдёмся. Проблема на работе. Должник банка. Ограбление банка. Раз. Так. Ограбление банка. Анархист. Блин. Вышел. Сейчас. Ааа. Смерть оттока. Взрождение. Бенджамин Фоулл сменил взгляды на жизнь. Он стал набожным человеком. Ограбление банка. Проблема на работе. Трудная жизнь. Анархист. Томас Гарретт поддерживает анархистическое движение. Взрождение. Взрождение. Так. Преступник в прошлом. Ну, знаешь, как говорят, преступник в прошлом, это не значит, что он сейчас не преступник. Смерть оттока. Должник банка. Проблема на работе. Ограбление банка. Ну, это я уже сделал, да. Ограбление банка, потому что проблемы на работе. Вряд ли. Ограбление банка. Так. Кто-то знал об ограблении банка и планировал убить членов банды Раска сразу после дела. Так. Ограбление банка анархист. Томас Гарретт. Панда Раска. Должник банка. Так. Анархисты выступают против государства, капитализма и рыночных отношений. Томас Гарретт задолжал банку. Угу. Простой анархист. Это не в духе анархистского идеологии грабить банки. Анархистской идеологии грабить банки. Они предпочитают разрушать. Томас Гарретт связался с бандой Раска, чтобы отомстить банку Англии. Давай пока так. Пока просто вот так посмотрим. Хорошо. Улики. Смерть оттока. Ограбление банка. Проблемы на работе. Тоже вряд ли, да. Проблемы на работе. Ограбление банка. Ага. Это уже было. Все. Пока, значит, ничего нету. Ну, пойдем поспрашиваем людей. Так. Кстати. Смотри трупы. Так, сейчас, секунду. Все, поехали дальше. Трупов у нас нету. Угу. Хотя, кстати, а почему трупов банды Раска вот этой нету? Их тоже можно было, например, рассмотреть. Хотя там было и так известно, от чего они умерли. Ладно. Окей. Заперто. Так. Давай с тобой поговорим. Назреваем для допроса. Добрый день. Меня зовут Шерлок Фонс, и я помогаю полиции с расследованием. Я Бенджамин Фолл, и меня арестовали по ошибке. Клянусь. Бенджамин Фолл, вас не арестовали, мистер Фолл. Вы здесь как свидетель. О, но я ничего не видел. Клянусь. Отпустите меня. Это рабочий. Это рабочий. Подожди. Бенджамин, да его? Происшествие. Можете рассказать, что вы сделали на месте происшествия? Я работал над статуей на площади. Я работал для местного совета. Клянусь. Так, подожди. Давай рассмотрим. Так, ну тут нет ничего. Опа-на. Здравствуйте. Татуировка на шее. Член банда. Привет. А чё ж ты мне врёшь, что ты просто так работал там? А, это который исповедовался. Ага. Верующий. Да-да-да-да-да. Верующий. Угу. Так. Работает руками. Оу. Я так смотрю, у тебя руки, да, накачаны? Тихо. Шутки про дрочку. Так. Пожелтевшие ногти. Болен курильщик. Верующий. Блин, а я не помню. У него был алкоголь. Подожди, там у кого-то было, у двоих были сигареты. По-моему, да, у двоих. Я не помню, у него были сигареты или нет. Допустим. Там, короче, у двоих были сигареты. Я не помню, кто из них. У кого точно. Член банды. Одно не найдено. Чё не найдено? Чего не найдено? Что-то я упустил. Травма. А, травма ноги. Самодельная повязка, ранена нога. Но это сделал Ватсон. Портрет персонажа создан. Всё, правильно, значит, он курильщик всё-таки. Так, Бенджамил Фолл, 40 лет рабочий. Участвовал в работах по реконструкции статуи на площади, что объясняет его присутствие на месте происшествия и раненую ногу. У мистера Фолла татуировка. В виде собаки. Знак банды, которую он пытался скрыть. Так, то есть, он в прошлом был из этой банды как раз. Ага. Жёлтые ногти выдают в нём заядлову курильщику. Он набожный человек. Но он исповедовался. Да, это было сказано. Так, связь с жертвой. Электричество. Вы когда-нибудь работали с электричеством? Да, иногда. Ячь, электрические фонари, столбы, фонарные столбы, но я не специалист, клянусь. Это сложно и опасно. Понятно. Мистер Холмс, я знаю, вы великолепный детектив, и вы меня понимаете. Позвольте мне уйти, я ничего не знаю. Клянусь. Да, выклянусь, я понял. Связь с жертвой. Мистер Фолл, имя Раско вам ни о чём не говорит. Я впервые услышу, клянусь. Врёрт. Внезапная остановка. Рукописная карта. Но ваш татуировка с ним не связана. Вы в его банде, не так ли? А, о, нет. Это было давно, я уже забыл. Клянусь, я всего лишь обчистил для него пару карманов, когда был мальчишкой. Но я этим не горжусь. Вся моя семья, мои родители, братья, собаки и кошки, все они умерли, когда я был ребёнком. По-другому я бы не выжил. Хорошо. Нет, вот этому я верю. Так, допустим. Типа, там и отец, ну, вроде как батюшка, да, написал, типа, то, что он набожный человек, он исповедовался, всё, хорошо, допустим. Пожалуйста, подозреваемый для допроса. Добрый день, сэр. Возможно, вы заметили что-то необычное. До или после трагедии. Да, я видел, как часть ваших... О, взорвалась. Почему не нашли укрытия? Как остальные овцы? Там были раненые товарищи, рабочие, я... Чего, ты хотел им помочь? Ну-ка, подожди-ка. Нездоровое лицо. Болен, напуган. Нет, болен. Хотя он может быть и напуган, но это вряд ли. Угу. Эмблема. Значок. Символ анархистов. Так, здравствуй. Поношенная одежда, бедняк. А, то есть это вот он был заёмщиком банка, правильно? Бедняк. Лакрица. Чёрная мокрота. Чего? Силикоз. Чёрная мокрота. Впервые я такое слышу. Электрический ожог. Работает с электричеством. Бытовое поворот. Так. Здравствуй. Такой же ожог, как и у тебя, да? Ммм. Портрет персонажа создан. Томас Гарретт, агрессивная личность, носит символ анархистов, не любит полицию и, вероятно, власти вообще. Ага. Очевидно, он беден, его одежда старая и поношенная. Мистер Гарретт кашляет чёрной мокротой, что указывает на силикоз. Гарретт болен. Характерный ожог на пальце свидетельствует о работе с электричеством. Так, точечно. Электричество. Вы работаете в электричестве? Как вы узнали? Мысли читаете? А ты юморист. Среди ваших вещей были электрические провода. Умно. Да, я обучаю электрике своих товарищей, так как сейчас я без работы. Я самоучка. Я всё равно не хочу работать на... На что? А, на государство. У вас сильный кашель. Вы больны? Всего лишь простуда. Простуда, да? Почему не сказали правду? Вы от кашляю с чёрной мокротой. А, верно заметили, да? У меня хватило угольных... У меня хватит угольной пыли в лёгких. В тринадцать лет, да. Так, в шахтах Нюкселла. Я хочу умирать из всех норов, как мой отец и брат, ради набивших кошелёк богатеев. Так. Он должник банку, правильно? Подработка мистера Гаррета. Томас Гаррета обучает электричество, поскольку не может найти постоянную работу. Проблема на работе. Подожди. Батчер. Смерть от тока. Недостаточно знаний электричества. Электрическую ловушку для технического кэба устроил профессионал. У Томаса Гаррета не было для этого достаточных знаний. Поскольку Томас Гаррета обучает электричество, у него было достаточно знаний, чтобы устроить ловушку для кэба. Возможно. Сейчас посмотрим. Это ещё не факт. Блин, вышел опять сейчас. Так. Работа мистера Фоулера. Периодически Бенджамин Фоулер ремонтирует фонарные столбы. Тоже возможно. Преступник в прошлом. Дожди. Не специалист. Работа. Недостаточно знаний для ремонта фонарей. А значит он мог устроить. Чё? У Бенджамина Фоулера достаточно знаний для ремонта фонарей. А значит он мог устроить смертельную ловушку для кэба. Есть такая вероятность. Бенджамин Фоулер временами работать с электричеством. Однако он не специалист. Поэтому сомнительно, что он смог устроить смертельную ловушку. Да. Пока да. Да господи, а. Татуировки банды Раска. Ограбление банка. Бенджамин Фоулер связан с бандой Раска. У него есть татуировка этой банды. Однако он пытается её свести. Есть такое дело. Новая жизнь Фоулера. Бенджамин Фоулер состоял в банде Раска. Однако это давно в прошлом. Преступник навсегда. Бандиты вроде Бенджамина Фоулера никогда не меняются. Его работа для города может быть прикрытием для его преступлений. Есть вероятность. Не буду отрицать. Смерть от тока. Ограбление банка. Проблемы на работе. Ага. Ага. Всё. Значит. 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 Сейчас мы поедем в этот. Всё. Вам больше некого допрашивать. Значит. Поехали. Сейчас. Подожди. Ага. Татуировка. Ограбление банка. Да. Поехали в госпиталь. Так. Я попал в детское отделение. Угу. Она в сознании. Да. Она в сознании. В детское отделение. Ты это уже сказал. Подожди. Нет. Показался. Вот ты. Угу. Мистера Бутчера. Так. Мистер Батчер. Подтверждаю, что вы готовы представить вашей дочери услуги нашего госпиталя. А, что мы готовы предоставить вашей дочери услуги нашего госпиталя. На вас ляжет ответственность за ее транспортировку к нам, разумеется, со всеми мерами предосторожности, из-за ее болезненного состояния. Помимо этого, вы должны будете оплатить все расходы по проживанию и лечению. В этом письме мы не можем назвать вам итоговую сумму, поскольку она зависит от состояния здоровья вашей дочери. Но предупреждаем вас, что потребуются серьезные затраты. Доктор К.О. Медин. Каролинский университетский госпиталь. Стокгольма. Приемный лист клиники. Пока я к нему подходить не буду. Сейчас, осмотримся. Тоже лежат дети. Так. Ладно. Подожди. Что-то написано. Возраст 12 лет. Мэрил Батчер. Все? Так. Возраст 12 лет. Диагноз. Мьелитис. Мьелитис. Это что такое? Ого. Отлично. Ритм. Ика. Здравствуй. Я из Скоттланд-Ярда. Мы можем поговорить? Ладно. Но не слишком громко. Она наконец-то установила. Это ваша дочь? Моя маленькая Мэрил. Она очень больна. И простите, что я убежал. Но я должен был увидеть вас с доктором. Не волнуйтесь. Я понял. Какой-то он нервный. Я понимаю, да, то, что с дочерью и все такое. Не доверяет. Но он на нервах. Что такое? Значок. Железнодорожный служащий. А у железнодорожных служащих как раз есть эти сведения по толку. Они хорошо разбираются. Дорогой, но изношенный жилет. Был состоятельным. Одежда из старых рук. Дорогой, но изношенный. Был состоятельным. Одежда из старых рук. Скорее всего, был состоятельным. Потому что дочке нужно было дорогое лечение. Заметьте, дорогое. Детский браслет. Подарок дочери любит украшения. Нет, детский браслет. Этот. Подарок дочери. Недавно начистили начищенные туфли. Кольцо. Обручальное кольцо. Женат. Правильно? Да. Так. Рейджинальд Батчер. Женат. Работает на железной дороге. Страдает из-за болезни обожаемой дочери. Его обувь сияет. Ее недавно чистили. Его жилет дорогой, но сильно изношен. Его украшение на то... Чего? Чего? Подожди. Что указывает на то, что... Батчер облазсостоятельного человека. Мистер Батчер любил дочь и не стыдится носить детские браслеты для демонстрации своей привязанности. Ну, как по мне, это правильно? Лечение. Ее можно вылечить? Это будет долго, но я уверен, мы победим. Я не могу думать иначе. Правильно, мужик, не сдавайтесь. Да, возможно, это лишний вопрос оплаты. А, лишь вопрос оплаты. О чем вы говорите? Это вопрос силы воли. Моя дочь справится. Подожди. Надеюсь на это. Однако лечение в Каролинской университетской клинике стоит дорого. Да, это наша единственная надежда. Спасибо доктору Блоуберри за копейку там. Мы поем на следующей неделе. Ее последний шанс. У вас есть дети? Да. У меня тоже дочь. Но это не совсем твоя. Мы бы пожертвовали жизнью ради детей, верно? Да. Конечно, да. Работа. Чем вы зарабатываете, мистер Батчер? Я работаю в офисе компании подземных электрических путей. Значит, вы знакомы... Это да. Почему вы спросили? Вы имеете знания... Но скажите мне, какая причина ваших проблем на работе? Проблемы? Это вы о чем? Это мы о письме с работы. Вы уже получали письменные предупреждения. Да. Я часто опаздываю. Мой начальник не понимает ситуацию. Стало трудно, когда заболела дочь. Понятно. Технический кэп. Мы случайно обнаружили один из кэпов в вашей компании на площади. Где случилась авария? Правда? Что он там делал? Понятия не имею. А вы? Нет. Но неделю назад у нас похитили технический кэп с инструментами. Как думаете, это не он? Возможно. Есть. Да, такая возможность. Смотри, уснула. Все, понял. Так, тут ничего нового. Так, электрик. Смерть от тока. Ловушка. Сложная ловушка. Реджимин Батчер знает о том, как работать с электричеством, благодаря своей должности. Но это не значит, что он сумел бы построить смертельную электрическую ловушку. Так. Реджинальд Батчер знает о том, как... Работать с электричеством. Это его работа. А, это его работа. Он мог построить ловушку для кэбы и активировать устройство. Есть возможность такая. Так. Клики. Проблемы на работе. Реджинальд Батчер работает в компании подземных электрических путей. Он должен быть знаком с расположением канализационных путей, из одного из которых ограбили банк. Любовь Батчера. Реджинальд Батчер не преступник. Он любит свою дочь, которая больна и нуждается в отце. Он бы не стал рисковать и связываться с бандитами. Дочь Реджинальда Батчера нуждается в срочной медицинской помощи. И из-за этого он связался с бандой Раско и помог им ограбить банк. Ну-ка. Так. Тут ничего не получается. А тут? Ага. Нет. Новая жизнь Фоулера. Подожди. Любовь Батчера. Новая жизнь Фоулера. Анархисты и бандиты. Отомстить банку Англии. Есть одна версия. Мистер Гарретт убийца. Томас Гарретт участвовал в ограблении банка Англии, а затем убил своих поддельников. Опасный анархист, которого жестоко убил своих поддельников, подверг опасности многих людей. Он заслуживает суровного наказания. Оправдать Томаса Гарретта жертву обстоятельств, он помог банде Раско с ограблением. Веря, что банк Англии разрушил его жизнь. Однако он не позволил преступникам уйти безнаказанными. И устроил ловушку. Он заслуживает второй шанс. Заключение. Так, есть одно. Подожди. Стой. Получается, мы уже все. Мы в финале. Надо лишь понять, кто. Так. У Батчера. У Батчера есть возможность. Он мог убить. Но только ради дочери. Потому что лечение очень дорогое. Мистер Батчер убийца. Оржинальд Батчер помог банде Раско грабить банка, а затем убил поддельников ради денег. Есть такой вариант. Так. Обвинить Оржинальда Батчера. Оржинальд Батчер опасный преступник, который не только ограбил банк, но и убил поддельников. Его нужно посадить в тюрьму. Оправдать Рыжинальда. Дочь Рыжинальда Батчера серьезно больна. Из-за этого он вынужден был ограбить банк и убить сообщников, чтобы добыть деньги за лечение. Его надо отпустить, чтобы он спас жизнь дочери. На самом деле, я бы вот это вот сделал. Вот серьезно. Даже если... Он, понимаете... Он странный мужик, но он печется от дочери. Лечение очень дорогое. И он мог мне слогать. Давай посмотрим на третий вариант. Новый... Нет. Преступник всегда преступник. Любовь Батчера. Не специалист. Ну-ка. Работник Фоулера. Если так, вот третья версия. Мистер Фоулер убийца. Бенджамин Фоулер стоял в банде Раско. Он помог банде ограбить банк, а затем убил подельников, чтобы оставить все деньги себе. Обвинить Бенджамина Фоулера. Опасный преступник, который без колебания грабил банк и убил друзей. Он должен сесть в тюрьму. Бенджамин Фоулер надеялся сойти с криминальной дорожки, но не смог этого сделать, пока был жив Раско. Он решил выполнить для него последнее упорочение. Он заслужил свободу. Так. Ловушка Батчера. Безысходность. Новая жизнь Фоулера. Мистер Батчер убийца. Я сейчас колебаюсь между вот этим и вот этим. Ловушка Батчера. Сложная ловушка. Любой Батчер. А, подожди. А, это, вот это. Окей. Обвинить. Потом из гаража этого общества. Однако, он не позволил преступникам уйти без наказания и устроил ловушку. Он заслужил второй шанс. Давай. Да. Я говорю, я колебаюсь между этими двумя. Я не знаю, просто серьезно. Продолжить. Так. Томас Гарритт, я знаю, что вы убили Раска и его сообщников после совместного ограбления банка. Я ждал большего. Однако, с учетом вашей болезни, возвращенных денег, я освобождаю вас. Я не ожидаюсь вашего снисхождения. Вы свободны. И речи быть не может. Выполняйте свою идиотскую работу. Я готов уметь, как... Убирайте швы. Убирайте швы. Он не виновный. Он не виновен в этом. Так. Хорошо. Да, получается, это ты. Блин, неужели это реально батчер вот этот вот? Который любит свою дочь. Это вроде и похоже на правду, но я не могу поверить в это. Но я не могу их винить, типа, в этом. Ну, серьезно. Даже если это он, я просто не могу. Она уснул. Я знаю, что вы вернетесь. Пройдите с долгом с дочерью. Вы ее спасете. Я принял решение. Уезжайте. Вы понимаете? Я был вынужден сделать это. Все-таки это он. Возможно, это так. Спасибо, мистер Холмс. Прощайте. Удачи, мужик. Все. Отлично. Я доволен. Вот серьезно. Он признался, что он это сделал. Я... Я как бы вообще... Я рад. Серьезно. Да, он убил людей. Но... Я не знаю. Я бы тоже сделал так ради своей дочери. Так. Давайте, пожалуй, на этом закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Вот. Ну, а с вами был Милл Апси. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока. Пока.